Привет, с вами Солнце и вы смотрите рубрику Болтушки. Думаю, мой макияж уже с первых секунд этого видео дал вам понять о том, что этот выпуск будет немного необычный. Скоро же Хэллоуин, друзья! Правда, я не собираюсь никого пугать в этом видео, если уже не сделала это цветом своих губ. Просто в сегодняшнем выпуске я буду Бэтмен! Бэтмен! Человек-летучая мышь, мрачный крепыш. Ну, да, постоянные зрители моих видео знают, что это пижама. Да и вообще, у меня просто нет костюма Бэтмена. И я знаю, что Бэтмен это мужчина, и у него никогда не было синих губ. Но в конце-то концов, это такая рубрика, в которой я себе могу позволить вести шоу в пижаме. Хочу и веду. Вот я сегодня Бэтмен. Да. Я очень люблю Хэллоуин, и на протяжении всей своей школьной молодости я всегда отмечала этот праздник с друзьями. И мне плевать, что ой, это не наш праздник, мы все забираем у американцев, боже мой, какой позор. Хэллоуин мне кажется классным, хотя бы потому, что этот праздник требует очень много времени на подготовку, а это всегда интересно. Когда я готовилась к съемкам видео, я впервые решила узнать историю этого праздника. И, так сказать, блеснуть умом, рассказав несколько исторических фактов. В итоге, я зависла в интернете на несколько часов, прочитала несколько десятков статей, и у меня в голове образовалась какая-то каша, какой-то мясосуп, зелье. Называйте это как угодно. Но дело в том, что большинство статей противоречат друг другу. В общем, это языческий праздник, который отмечали кельты. В ночь с 31 октября на 1 ноября они отмечали своеобразный Новый год, проводя различные обряды, которые, по их мнению, способствовали удаче во всем, от любви до войны. И, кстати, тут следует сказать, дорогие друзья, занимайтесь любовью, а не войной. Ну, это такое лирическое отступление. В общем, со временем этот праздник, конечно же, трансформировался, больше никого не приносит в жертву. И также он поменял свое название. Раньше этот праздник назывался Самайн, а теперь он называется Хэллоуин, что в переводе означает «Ночь всех святых». И название, конечно, тоже не случайно, ведь кельты считали, что в эту ночь с 31 октября на 1 ноября на улицы города выходят мертвые души. И для того, чтобы затеряться в их толпе и провести различные религиозные обряды, необходимо надеть какой-нибудь страшный костюм, не такой милый, как у меня, какой-нибудь страшный костюм и тогда вас не заметят и, наверное, не знаю, никуда не заберут. Я уже неоднократно говорила, что мне очень повезло с мамой, которая всегда поддерживает мои самые сумасшедшие идеи и помогает их реализовать. Поэтому проблем с отмечанием Хэллоуина у меня не было никогда. На протяжении многих лет, 31 октября, вечером ко мне приходили мои друзья. Иногда их количество превышало даже 30 человек. Мама накрывала нам сладкий стол. Весь вечер мы дурачились, устраивали конкурсы, играли в игры. В общем, хорошо проводили время. Как мне кажется, самое интересное в этом празднике – это подготовка. Я вообще очень люблю к чему-то готовиться, находиться в такой предпраздничной суете, эйфории. И, к счастью, мои друзья тоже подходили довольно ответственно к выбору костюмов. Конечно же, я пускала к себе домой обычных людей без костюмов, но их было не так уж и много. Поэтому раз в год ко мне приходили не Аня, Таня, Леша и Игоря, а труп невесты, ведьма, вампиры и оборотень. Я вам сейчас рассказываю и вспоминаю годы своей молодости, прям с какой-то ностальгией. В каких же костюмах была я? Ну, как бы мне не хотелось быть в костюме ведьмы или хотя бы бабы-яги, моя смазливая мордашка меня выдает, поэтому мне всегда приходилось быть каким-то там ангелочком. Но был в моей жизни момент, когда мне пришлось примерить костюм Пилы, и было это, кстати, вне Хэллоуина. Пару лет назад я делала сюрприз для своего на данный момент уже бывшего молодого человека, и мне пришлось быть в костюме его любимого персонажа Пилы. И это было ужасно. До начала съемок я не успела купить грим, поэтому решила накрасить лицо гуашью. Лицо гуашью. И мало того, что через несколько минут она застыла, и у меня на лице пропала абсолютно вся мимика. Хотя вы знаете, что я постоянно то брови сдвигаю, то улыбаюсь, то еще что-то я не могла делать абсолютно ничего. Так еще через несколько минут все лицо стало ужасно щипать. А то, как я отмывала брови, это вообще отдельный разговор. В общем, мой вам совет в преддверии Хэллоуина. Если вы не успели купить грим, ни в коем случае не красьте лицо гуашью. Лучше вы будете каким-нибудь смазливым ангелочком, чем потом целую неделю будете ходить с раздражением на лице. Ну а что же делать, если вы любите Хэллоуин так же, как и я, но у вас нет возможности отмечать этот праздник так же весело и с таким размахом. Ну, честно говоря, в последнее время я тоже редко отмечаю Хэллоуин. Ну как, отмечаю, но опять же не с таким размахом. Самое большое чудовище, которое ко мне приходит, это мой младший брат, ну иногда моя лучшая подруга, но я знаю, что вам посоветовать. 31 октября залезайте в теплую пижаму. Если у вас есть такая же пижама Бэтмена, то вам очень повезло, потому что считайте, что вы сразу в костюме, а если так посмотреть, то я в костюме для Хэллоуина хожу практически каждый день. Покупайте что-нибудь вкусненькое, и несмотря на то, что многие ругают этот праздник, на прилавках, в магазинах всегда есть мармелады в виде черепушек, конфеты в виде тыкв и многое-многое другое. Купите себе что-то стилизованное для того, чтобы создать праздничное настроение. Заворачивайтесь в одеяло и обязательно включайте фильмы Тима Бертона. Это мой любимый режиссер, и у него просто невероятное количество мультиков и фильмов, которые идеально подходят для Хэллоуина. Ну, например, Эдвард Руки-ножницы, Мрачные тени, Франкин Винни, Битл Джус, Труп невесты и многое другое. Просто посмотрите его фильмографию. Но я советую вам посмотреть мультик, который называется Кошмар перед Рождеством. Несмотря на мою занятость, каждый год 31 октября я устраиваю себе мини-выходной, устраиваюсь перед телевизором и смотрю этот мультик. Это история о том, как Джек-повелитель тыкв попал в город Рождества и решил, что хочет отмечать не Хэллоуин, а Рождество. Ну и вот что из этого вышло, посмотрите сами, я не буду вам рассказывать. В общем, желаю вам неспокойной ночи. Главное, чтобы никто не сказал вам, будь здоров, когда вы чихнете, если вы один дома. Ну, вы понимаете, о чем я. С вами была Солнце, улыбайтесь чаще. Пока!